Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографии. Марсель Рене фон Херфельд, немецкий художник обнаженной натуры, из круга деятелей искусства Мюнсенского Сецецион. Первоначально придержался стиля модерн, затем обрел выразительный реализм благодаря интенсивному занятию рисованием тела. Родился 2 сентября 1889 года в Булон-Бианкур, неподалеку от Парижа, в семье художников Алисы Херфельд и Луиса Рикардо Фольер. Херфельд с раннего возраста посвятил себя живописи и с перерывом, вызванным войной, учился в основном в Мюнхене, Флоренции, Париже. Причем его творчество было явно формировано уроками Франца фон Штук. Я пользуюсь переводной википедии. Можно назвать важный момент его биографии. Несомненно, то, что ему было уделено большое внимание в 1921 году, когда он впервые посетил ежегодную выставку Мюнхенского Сецециона в Глазпаласте со своей интерпретацией «рабыни». Пристальное внимание Херфельду в межвоенные годы заметно ослабло в ходе Второй мировой войны, в том числе с распуском Мюнхенского Сецециона, в результате чисток в области искусства и культуры в Третьем рейхе. Херфельд возобновил работу в своей мюнхенской студии в 1951 году, однако в целом ему не удалось развить успехи, которые были достигнуты в межвоенные годы. Почетный диплом 1971 года был присужден творчеству художника только посмертно, через шесть лет после его смерти. Составил отношения к писательнице Жермен, которая была моделью для художника в нескольких его работах. Херфельда нелегко отнести к определенному направлению или группе искусства. Рассматривая его творчество в целом, можно условно выделить две фазы. Раннюю фазу стиля модерн и позднюю фазу выразительного реализма собственной разработки. Художник позиционирует себя, как художник по телу, обнаженной натуре. Свою любовь к обнаженным телам Херфельд разделял со многими современниками и другими художественными движениями, такими как венский ассоциацион, известными представителями, такими как Густав Клинт или Эгган Шилле. Выбирая тему, художник опирается на широкий спектр древней мифологии и астрологии. Кроме того, его интенсивное увлечение живописью в обнаженном виде принесло ему прозвище «Правовестник красоты», придуманное Максом Дроздом. Другие мотивы области обнаженной натуры и изображения тела включают его оргии, сцену лесбиянок, музыку и движение, а также элементов воды. Хотя сегодня очень редко делается явная ссылка на творчество Херфельда, его выбор темы изображения приобретает актуальность в настоящее время. Таким образом, Херфельда можно рассматривать как пионера культуры Пиннап. Его способ изображения человеческих тел сегодня живет, прежде всего, в фотографии и отражает современные идеалы красоты. В сентябре 2020 года частная коллекция из поместья художника, которая насчитывала около 100 работ, была успешно продана на одном аукционе Дюссельдорф, что свидетельствует о значительном количестве коллекционеров этого художника. Вот так вкратце из переводной википедии о немецком художнике обнаженной натуры Марсель Рене фон Херфельд. Пока-пока, до свидания.